Первым соперником зареченской команды на турнире по баскетболу среди юношей 2002-2003 годов рождения стала сборная Самары. Обе команды с первых минут матча показали динамичный темп игры. Баскетболисты уверенно атаковали, организовывали быстрые прорывы, радовали болельщиков эффектными бросками из-под кольца и с трехочковой линии. Почти всю первую половину матча разрыв в счете был небольшой. Вперед выходила то одна, то другая команда. Успешно проведенная концовка второй четверти позволила нашим баскетболистам увеличить разрыв до семи очков. Такого результата, говорят спортсмены, им удалось достичь, четко выполняя указания тренера. Установка тренера была держать нескольких игроков очень плотно, обижать всю игру, чтобы противники устали, так как их было 8 человек. И установку выполнили, и за счет этого выиграли. В оставшихся двух периодах матча союзовцы уже не позволили сопернику сократить отставание. Впрочем, нашим ребятам и не удалось намного увеличить отрыв. Финальная сирена зафиксировала на табло 62-54 в пользу зареченцев. С командой Самары наш союз встречается второй раз. Первый товарищеский матч состоялся на прошлой неделе. Тогда победу одержали гости. Выйти вперед и в этот раз наши ребята им не позволили. Было легче, чем на прошлой игре, потому что мы сделали работу, посмотрели ошибки прошлой игры и сделали выводы. Поэтому нам намного легче стало с ними играть. Турнир по баскетболу для зареченских спортсменов станет финальной точкой подготовки к новому сезону. Нашим ребятам предстоит участвовать в первенстве России детско-юношеской баскетбольной лиге. Во время игр турнира юношам предстоит отработать взаимодействие и показать все, чему научились во время спортивных сборов. Заявка на этот турнир – это улучшить качество защитной зоны и реализацию быстрого перехода, а также вскрывать зону за счет двух ударов и трех передач. На проходящем заречном турнире нашим ребятам предстоит провести еще четыре матча. Соперниками будут баскетболисты Твери, Ижевска, Чебоксар и Энгельса. Елена Степкина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».